Приветствую всех! Ребят, новое видео! У нас сегодня праздник великий, можно сказать. У нас 8 марта, Международный Женский День. Поэтому в первую очередь я хочу поздравить наших милых, любимых женщин, девушек, сестренок, дочурок, бабушек с этим великим праздником. Хочу пожелать в первую очередь здоровья, любви, благополучия, а самое главное мира. Мира в семье и во всем мире. Милые девушки, бабушки, девушки, женщины, сестренки, дочурки. Всем мира! Ну, а теперь мы пойдем уже по звуку. Ну, а будет видео у нас сегодня не о аппаратуре. Не буду я вам включать какие-то ролики показывать, что в наличии и все остальное, ребят. Сегодня мы просто поговорим о ситуации, как бы на рынке, на рынке, в нашей стране. Что вообще происходит. И зайду я совсем издалека, издалека, чтобы было понятно. И в конечном итоге я потом объясню, почему я начал с одного, а окончил уже именно звуком. Тем, то, что вы интересуетесь и смотрите этот канал, а канал у меня именно о хорошей, качественной аппаратуре и о звуке, о котором вы всегда мечтаете, всегда стремитесь к этому и хотите. Я тоже этого хочу. Поэтому начну я издалека. В данный момент ситуация, ну, в нашей стране и вообще с экономикой не очень стабильная. Сейчас происходит, ну, вы сами знаете, что происходит, поэтому курс доллара поднялся очень сильно. И во всех сферах экономики цены как бы изменились не в лучшую сторону. Не в понижение, ребята. Ну, начну я, давайте коснемся немножко, например, автотранспорта, что касается. Вот желающие, кто долго откладывал, да, там, копил денежку и хотел приобрести либо бэушный автомобиль, либо новый автомобиль. Ну, вот после 20-х чисел, да, февраля, все круто, ребята, изменилось. Не в лучшую сторону. У дилеров, грубо, либо машины оказались все проданы, либо сняты с продаж и приостановлены на продаже. Либо их нет в наличии. Ну, что повышение с 1 марта, это понятно было. Это как в каждом году у нас происходит. И вот эта ситуация изменилась. Вот, ну, я скажу именно примерами то, что я ходил непосредственно, интересовался, интересовался и обрисую эту ситуацию. Грубо, салон Тойота. Салон Тойота. Машин в наличии нет, нет, все проданы. Но, есть, есть машины за определенную другую сумму. Если, например, вас интересует автомашина RAV4, да, которая стоила от 3 миллионов, ну, с допами я беру, это именно дилерские я беру, дилерские машины. От 3 миллионов с допами до 4 миллионов, да, в зависимости от комплектации. То машин нет в наличии, но вы можете приобрести машину от 10 до 15 миллионов. Вот. Если вы хотите приобрести, например, Land Cruiser 300, который стоил от 7 миллионов до 10 миллионов, в зависимости от комплектации, которого якобы тоже нет в наличии, вы можете приобрести от 20 до 27 миллионов рублей. Это касается и других марок производителей. Это то же самое и у нас в Renault, то же самое и в Nissan и всех остальных. Что касается у нас Lada нашего производителя, машины на стоянке, как бы они стоят у них, новые есть в наличии. Но по факту они говорят, что все продано, приостановлена продажа, неизвестно, какая будет цена. Но если вы хотите, сильно прям хотите приобрести, то вы можете приобрести Lada Vest, например, по цене от 2 миллионов до 2 600. В зависимости от комплектации. Вот. Я зашел издалека, вы поймете, к чему я этот весь разговор начал. Это касалось, да, вот, грубо автомобильного рынка. Что касается пример тоже, я именно непосредственно, вот, мне было интересно, не интересно, а нужно было приобрести, сделать апгрейд компьютера. Тоже я затянул с этим моментом и получилось так, что мне нужно было купить новый процессор и материнскую плату. Ну, 12-е поколение Intel. Вот. То, что цены были до 20 февраля, цены были одни. Мне уже пришлось в конце февраля брать, сразу скажу, ребята, я приобрел комплектующие в 2 раза дороже. В 2 раза дороже. То есть, я переплатил 100% лишних. Это, чтобы было понятно. На данный момент комплектующие на компьютерную технику уже увеличены в 4 раза. Это официальные продажи в магазинах, ритейлеров, которые, как бы, фирмы продают. Вот. Сейчас уже в 4 раза. Это, в общем, если можно было купить, я вам так на пальцах объясню, если можно было купить процессор и материнку за 30 тысяч, за 30 тысяч процессор и материнку, ну, я так образно скажу, то в 20 февраля, то в конце февраля я уже приобрел это за 60 тысяч рублей. Сейчас, если вот этот комплект приобретать, то он уже будет стоить 120 тысяч рублей на рынке у ритейлеров. Это, чтобы было понятно. Про видеокарты я даже не буду говорить. Видеокарты – это совсем другая тема. Это связано то, что с майнингом. Там цены совсем другие, поэтому это к нам не относится. Я к чему это все начал разговор и подвожу. У нас были ситуации, да, в 98-м году я это сам лично пережил. После этого у нас был 2014 год. Сейчас у нас 2022 год. Ребята, у нас, в принципе, я так понимаю, что точно такая же ситуация. В экономике, как бы, большой, сильный спад. Санкции, вот что в 2014 году были санкции. Они имеют, ну, как сказать, долговременный характер. Долговременный. Они не убираются там за неделю, за две. Поэтому я сам понимал, что если я буду тянуть, то я апгрейд компьютера просто уже не физически, материально я не смогу сделать. Поэтому я уже сделал и переплатил, грубо говоря, эти лишние. Ну, в два раза дороже я приобрел себе комплектующий для компьютера и сделал апгрейд. Теперь я подвожу как раз вот эту ситуацию к нашей теме. То, что связано как раз вот со звуком. Это то, чем мы занимаемся. Ну, не один я этим занимаемся, как бы. А многие занимаются у нас в России, да, привозят технику. Те же усилители, те же акустику, там, CD-проигрыватели, виниловые проигрыватели. Из-за границы. Из-за границы. И вот мы подошли как раз к этой теме. То, что у нас цены были установлены у многих. Просто об этом почему-то все молчат. Видео никто не хочет делать. Но все приостановили продажи. По старым ценам приостановили. И люди, просто покупатели, недопонимают. И недоумевают, почему и что вообще происходит. Я вот в этом видео хочу как раз объяснить, что происходит. И как это все будет в ближайшее время. И, ну, чисто на пальцах вам объясню. Ребят, вот смотрите. До 20-х чисел курс доллара, февраля, курс доллара был 75-76 рублей. Я беру так, приблизительно, плюс-минус, плюс-минус, 75-6 рублей. Обмен, обмен. Грубо, ну, рублей, там, в доллары, в иены. Да, я вот непосредственно, если я с Японии привожу, то у меня идет как раз вот это. Будем рассчитывать в долларах, чтобы вам было понятно. Был курс 75-76. На вчерашнее и сегодняшнее число курс доллара 165 рублей обмена. Официальный, да, нашей московской бирже, он показывает 105 рублей доллар, там, 111 евро. Но ситуация такая, да, ну, я сейчас как бы тоже чуть-чуть отвлекусь, отвлекусь от этого. У нас были свои, там, резервы, да, в Банке России, которые, там, вот, идут на благосостояние, как бы, для поддержки рубля, нефтеперерабатывающие компании при продаже нефти, да, там, газа. Они отчисляли в Центробанк, делали отчисления. И Центробанк поддерживал наш курс рубля, когда это нужно было, когда были сильные скачки, когда рубль падал, они выкидывали вот эти доллары на продажу. На продажу. Этим они сдерживали рубль. На данный момент ситуация такая, что наши резервы, да, заморожены, вы это все знаете, как бы телевидение смотрите. И указание Центробанка непосредственно нефтеперерабатывали, нефти вот этим добывающим компаниям, которые занимаются реализацией за рубеж, непосредственно самим продавать доллары на внутреннем рынке, чтобы сдерживать курс. Потому что Центробанк уже не может этим заниматься. Вот. С учетом этого, сейчас еще идет поддержка рубля. Ну, вы сами слышите, что западные страны вводят уже там, хотят ввести четвертую, да, как эту. Четвертая плановая у них будет пакет санкций против нашей экономики, против России. Они хотят вообще запретить и этим нашим компаниям продавать именно сырье, сырье, чтобы не было поддержки рубля. Ну, скорее всего, это мое мнение, я высказываю лично свое мнение, это я не аналитик, ребята, не экономист, я просто высказываю свое мнение, как я это вижу, слышу, с учетом вот этих, в 98 году, да, когда у нас была рецессия, как у нас в 14 году было то же самое. Поэтому я высказываю только свое мнение, что не пойдут страны на это, чтобы запретить продажу сырья в Европу ту же и в страны, ну, в другие страны. Им это просто невыгодно, они и так уже, как бы, поняли, что санкции идут против них, уже цена нефти выросла, да, до 120 долларов, газ уже вообще до 4000 за 1000 кубометров, да, хотя он был там 1200-1300, то есть им это тоже не очень выгодно. Но я понимаю, что курс уже меньше, там, 100 рублей, либо 120, я беру примерно, там, 130, он не будет в ближайшее время, потому что санкции, ребята, ни на день, ни на два, ни на неделю, этого долговременный характер будут нести. Поэтому тяжело будет, поэтому надо привыкать к этому курсу рубля, то, что сильно, сильно упал, конечно. Поэтому мы приостановили все, ну, продавцы, я не буду говорить там, что все продавцы, я приостановил продажи, что до определенности, хоть какой-то, чтобы знать, что делать, ну, в данной ситуации. Все, ребята, уже, все, уже и цены в магазинах на продукты, на, ну, на косметику, на авто, на недвижимость, все поднялись цены, ребят. Мы сейчас просто не знаем, что делать, поэтому мы пока приостановили продажи. Многие обращаются покупателей и пишут, вы подняли цену, а я хочу купить по старой цене. Ребята, ну, сейчас такая обстановка непонятная, поэтому не обижайтесь, ну, пока старых цен нет. Если вот на данный момент вы хотите приобрести, если кто-то еще продает по старым ценам, вы можете приобретать. Но многие продавцы приостановили, потому что ждут хоть какой-то определенности. Если, ради бога, упадет доллар там до 75 рублей, все, как цены были, продавцы также начнут продавать. Но если доллар останется на каком-то вот этом высоком уровне, продавцы все поднимут цены, поднимут. Многие уже пишут в долларах, по курсу в долларах, ребят. Потому что люди сами понимают, что сейчас нереально что-то привезти из-за границы. Курс в Японии, я уже сказал, да, на вчерашний и сегодняшний день, обмена, 165 рублей за доллар. Я вам просто пример сейчас приведу. Если, предположим, была, я примерно, примерно вам буду говорить. Если акустика была до 20 февраля, стоила, ребята, 50 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Ну, предположим, это техник СБ-6, там, Кенвуды, там, 770, или еще, там, Пионеры, там, Y77, да. Вот они стоили 50 тысяч рублей. То сейчас себестоимость по новому курсу на сегодняшний день, просто себестоимость купить в той же Японии эту акустику, без всяких накруток, цена будет, ребята, уже 110 тысяч рублей. Это будет просто себестоимость с доставкой к вам. 110 тысяч рублей. Если кто-то ее сейчас продает, там, за 70, за 80, ребят, вот я считаю, что это адекватные цены. Люди не подняли и не продают по реальным, там, 110 тысяч или 130 тысяч рублей. Это чтобы вы понимали. Люди понимают, что уже не смогут такой товар купить там и привезти, потому что это уже нереальные заоблачные цены. У нас зарплаты в стране очень маленькие и нету перспективы, что будет какое-то поднятие. У государства есть только поддержать как бы низшие слои, которые, ну, проживают, ну, проживают с минимальной оплатой труда, да, вот они только их могут поддержать. Остальные уже живите, ребят, ну, кто как может. Мы это прекрасно понимаем. Мы это уже столько пережили, поэтому я просто хочу дальше сказать. Если, например, акустика стоила, например, 100 тысяч до 20 февраля, да, то вам, ребят, сейчас себестоимость обойдется уже 220 тысяч рублей. Если даже вы сами захотите купить, это с учетом того, что поднялась логистика, ну, то есть перевозки и все остальное, доставка, я как бы это даже не учитываю, 220 тысяч. Если акустика стоила 150 тысяч рублей у нас по России, то готовьтесь выложить, ребят, 330-340 тысяч рублей. Это вам будет только себестоимость, только себестоимость. Если, предположим, вот у меня была акустика, ну, она и есть, пионеры, 933, они были у меня 172 тысяч рублей, да, до 20 февраля. Ну, до всех этих поднятий. У нее сейчас себестоимость, ребята, 350-370 тысяч рублей. Почему я должен сейчас ее продавать за 172? Если все, все подняли цены в 2-3 раза, в 2-3 раза, и я сам даже вот на компьютерной комплектующих, я уже переплатил лишние 100%, я в 2 раза дороже переплатил. Почему я должен, то, что у меня сейчас куплено, я должен продавать по старым ценам? А люди обижаются, ребят, вы просто не знаете, они такие добрые пишут, вот я давно, долго это копил, деньги хотел вот купить именно вот эту акустику, а вы подняли цену. Я объясняю по-человечески, что сейчас ситуация неопределенная, сейчас приостановлены как бы продажи. Если доллар упадет и все стабилизируется, я вам продам ее по такой цене. Но если ничего не изменится, то цена уже повысится, потому что такой товар уже мы просто не сможем его купить, приобрести за границей. Но это будет просто дорого и нереально, его за эти там 340-400 тысяч, его просто никто не купит, но нет у нас доходов, как бы у людей таких. Поэтому люди некоторые не понимают, обижаются и пишут, вот я планировал вот ее купить, копил деньги, а вы мне ее не продаете по старой цене, пусть она у вас сгниет, вы ее будете там годами продавать. Ну вот хотят купить по старой, они все такие вежливые, когда им просто объясняют ситуацию, что ну ситуация такая в стране, сейчас ничего не понятно, просто я не продаю товар свой на данный момент. Люди перепишут вот такие вещи, пусть она сгниет, вы годами ее потом будете продавать, потому что типа будете цену ломить. Ребята, не переживайте, она не сгниет, то что она приходит в каком состоянии, когда она приходит ко мне, у нее состояние получается еще лучше, еще лучше, и в конечном итоге вы получаете ее уже в еще лучшем состоянии, после меня. Это так, для информации. Вот, поэтому не пишите, пожалуйста, мне вот эти вот, ну вот лишние, ну вот эти оскорбления, они никому не нужны, я же никого не хочу обидеть. Я просто говорю, что приостановлены продажи, просто приостановлены. Я не буду, я не продаю товар по курсу, который сейчас 165 рублей, кто хочет приобрести на данный момент, я продам, но не по старой цене, ребята. Цена будет более-менее адекватная. Но не все, ребят, как бы учитывайте, я это видео записал, чтобы было понимание, что сейчас вот происходит, что происходит, как бы на рынке, на нашем вот этом, что касается именно непосредственно аппаратуры, техники, чтобы было понимание. Поэтому, кто хочет, пусть подождет, кто хочет, может приобретать. Приобретайте не только у меня, ребят, у нас рынок большой, кто-то, многие продавцы продают вообще по старым ценам, некоторые закупаются контейнерами, контейнерами закупаются, как бы большие объемы, им не проблема, они могут, у них там магазины, они спокойно продают по старым ценам, ради бога, покупайте у них. У меня небольшой объем, небольшой, как бы этот, техника в очень хорошем состоянии, всегда проверена, качественная, я ее не тороплюсь продавать. Но я сам понимаю, что сейчас экономически это невыгодно, поэтому я приостановил торговлю на данном этапе, вот, чтобы это было понятно. Кому интересно и кто хочет узнать реальную цену, объявления у меня стоят. Но цены там стоят неактуальны, ребят, это просто для информации, что есть, но там не все позиции, конечно, это просто для, ну, торговля приостановлена. Кому интересно, просто пишите и спрашивайте реальную цену на какой-то товар. Я вам напишу, напишу, устроит вас или не устроит, это уже, как бы, другая тема. Вот такое видео, очень длинное, у меня первый раз такое видео получилось, но хотелось вам объяснить, как бы, подробно от и до, то, что происходит у нас, ну, как бы, в стране, в экономике и во всех, ну, как бы, основных аспектах. Это, там, по транспорту, да, по компьютерам, по недвижимости и, грубо даже, и по продуктам и канцтоварам. Вот, ребята, всем спасибо большое, кто досмотрел до конца, я думаю, вы меня понимаете, кому не понравилось, можете поставить дизлайки, ребят, за это видео. Ну, я хотел на пальцах вам просто объяснить ситуацию в стране, как бы, у нас, то, что происходит именно в звуке с аудиотехникой, усилители, CD-проигрыватели, да, акустика, виниловые проигрыватели и тому подобное. Вот. Всем большое спасибо за просмотр, подписываемся, кому интересно, ставим лайки. Всем удачи, до новых встреч, ребят.